Здравствуйте, уважаемые магистранты! Меня зовут Щербакова Елена Петровна. Я старший преподаватель доктор PHD в кафедре нанотехнологии и металлургии машиностроительного факультета. Сегодня у нас с вами практическая работа номер один по дисциплине рентабельное использование нанотехнологий на тему классификации дисперсных систем, классификации по агрегатному состоянию, классификации по размерам, классификации по нервности. Цель дисциплины. Дисциплина рентабельное использование нанотехнологий ставит целью формировать у магистрантов системы знаний о фундаментальных и прикладных областях получения различных наноматериалов. Рациональной технологии получения и применения новых материалов в металлургии, а также вопросов по экологической безопасности. План практического занятия. Мы с вами рассмотрим дисперсные системы, классификация по размерам, классификация дисперсных систем. Минус 15 смесь капелек воды и кристалликов льда. При температуре ниже минус 15 кристаллики льда, сверкающие в солнечных лучах или в свете луны и фонарей. Дым – это устойчивая дисперсная система, состоящая из мелких твердых частиц. Дым – это типичный аэрозоль с размерами твердых частиц от 10 минус 7 до 10 минус 5 степени метров. В отличие от пыли, более грубо дисперсная система, частицы дыма практически не оседают под действием силы тяжести, частицы дыма могут служить ядрами конденсации, атмосферной влаги, в результате чего возникает туман. Пырь – мелкие твердые частицы органического или минерального происхождения. К пыли относят частицы от доли некрона и до максимального 0,1 мм. Более крупные частицы переводят материал в разряд песка, которые имеют размеры от 0,1 до 5 мм. порошки для двухфазной системы, представляющие собой твердые частицы дисперсной фазы, распределённые в воздухе или другой газовой среде, или другими словами порошки представляют собой совокупность находящихся в соприкосновении индивидуальных твёрдых тел или их агломератов, агрегатов. Обычно к порошкам относят большинство сыпучих материалов. Однако термин «порошки» корректно применять к высокодисперсным системам с такими размерами частиц, при которых сила межчастичного взаимодействия становится соизмерима или меньше их веса, Согласно данному условию размер каждой частицы лежит, как правило, в пределах от 0,001 до 1000 мкм дисперсная фаза менее 0,001 мкм кластеры 1000 мкм и более гранулы гранулы. Порошки, состоящие из частиц с размером менее 1 мкм, взвешены в газовой фазе и участвующих в бронуновском движении, образуют аэрозоли, пыли и дым. Частица это единица порошка, в которую нельзя легко разделить в обычных сепарационных процессах. частица может состоять из нескольких зерен, поэтому термин зерно не синомен термина частица. в На рисунке изображено соотношение агрегатов-частиц и областей когерентного рассеяния. Агломерат, агрегат. Различают по наличию внутренней порости. В агломератах присутствуют межчистичные пустоты. Здесь изображено схематическое агломерационного и агрегированного порошка. Где первая – это агломерат. Вторая – первичная частица. Третья – внутреннагломератная пора. Четвертая – межагломератная пора. Пятая – агрегат. И шестая – нежагрегатная пора. Пены и газовые эмульсии. Свободно-дисперсионные системы. Состоящие из газообразной дисперсной фазы и жидко-дисперсионной среды. Газовые эмульсии – это разбавленные системы с малым содержанием пузырьков жидкости. Они сравнительно быстро расслаиваются. Благодаря значительно меньшей плотности газовых пузырьков. По сравнению с жидкостью, они всплывают на поверхность, где, концентрируясь, образуют пену. Пены – дисперсная система с газовой дисперсной фазой и жидкой или твердой дисперсионной средой твердой пены. Пены по своей природе близки к концентрированным эмульсиям. Но дисперсной фазой в них является газ, а не жидкость. Пены получают из раствора в пак, добавляя высокомолекулярные вещества, повышающие вязкость раствора. Твердые пены – система с твердой дисперсионной средой и газовой дисперсионной фазой. Твердые пены – твердые пены, так же, как и жидкие пены. В средстве большого размера пузырьков в газовой фазе обычно относят микрогетерогены или даже грубо дисперсионной системы. Жидкие пены – это мыльная, пивная, квасная и другие пены. Твердыми пенами являются полиэтилен, пенополиуретан, некоторые строительные материалы, утеплители. Пример природной твердой фазы – пенополистая, губчато-ноздреватая, очень легкая горная порода, вулканического происхождения, в виде дисперсных систем с жидко-дисперсной фазой и твердой дисперсионной средой. Выпускаются некоторые, например, эмульсия – это дисперсная система, состоящая из микроскопических капель жидкости, распределенных в другой жидкости. Эмульсии могут быть образованы двумя любыми, не смешивающимися жидкостями. Обычно одной из фаз эмульсии является вода, а другое вещество, состоящее из слабополярных молекул, например, жидкие углеводороды, жиры. Одна из первых изученных эмульсий – молоко. В нем капли молочного жира распределены в водной среде. Эмульсии относятся к обычным, грубо-дисперсным системам, поскольку капельки дисперсной фазы имеют размеры от 1 до 50 микрометров. Эмульсии низкой концентрации, неструктурированной жидкости, высококонцентрированные эмульсии, структурированная система. Твердые эмульсии. Система с твердой дисперсионной средой и жидкой дисперсионной фазы встречается довольно редко. Примером таких систем может служить так называемый черный фосфор, получающийся путем диспергированной фтути в расплавленном фосфоре. Гели высокодисперсной системы жидко-дисперсионной средой, содержащий структурную сетку, каркас, образованную частицами дисперсной фазы, Типичные гели в виде студенистых осадков образуются изоли при их коагуляции или в процессах выделения новой фазы из пересыщенных растворов. Если дисперсионная среда газообразная, то образуется аэрогель. Паста многокомпонентной системы смеси или индивидуальные продукты, обладающие свойствами вязко-пластичного или упруговязко-пластичного тела. Гетерогенные пасты в концентрированной дисперсной системе с жидко-дисперсионной средой наиболее распространенный вид пасты обычно их получают диспергированных твердых тел в жидкости, хорошо их смачивающих. Классификация по размерам. В первом приближении дисперсных систем можно разделить на грубо-дисперсную и тонко-дисперсную. В коллоидной химии принята следующая классификация дисперсных систем. Молекулярно-дисперсные, высоко-дисперсные, средне-дисперсные и грубо-дисперсные. Для порошков, используемых в металлургии, наиболее распространен следующий тип разделения частиц по дисперсности. ультра-тонкий порошок, весьма тонкий порошок, тонкий порошок, порошок средней крупности, грубый порошок. Для отдельных видов порошков, выпускаемых крупно-тоннажными партиями, приняты и другие классификации. Для железных порошков дисперсность обычно характеризуется четырьмя классами. Крупные, средние, мелкие, весьма мелкие. Для порошков, синтезируемых в плазме, используют следующие классификации, наноразмерные, высокодисперсные, микронные. Часто используют несколько отличных классификаций. Ультрадисперсные порошки, тонкодисперсные, среднедисперсные, грубодисперсные. По всех приведенных классификациях деления дисперсных систем на классы по линейным размерам достаточно условны, поскольку определяется метрическая система измерений и в большинстве случаев не отражает качественного и количественного изменения свойств материалов с уменьшением их протяженности. Однако с физической точки зрения представляется обоснованным относить дисперсной системы к классу наноразмерных на основе изменения свойств с уменьшением линейных размеров материала. Чаще всего такие эффекты проявляются при размере дисперсной фазы менее 100 нанометров. Нижняя размерная граница существования наночастиц весьма размытая. Она может определяться переходом от кристаллической фазы к вазимолекулярным или экосометрическим строениям, имеющих симметрию пятого порядка. Классификация полумерности. Из экохимии получение наноструктурных материалов. Формирование наноматериала по механизму снизу и вверх. Темы контрольных заданий для СРМ. Классификация по агрегатному состоянию, методы механического диспердирования. На этом слайде список основной литературы, который вы можете использовать для выполнения заданий по СРМ. Спасибо за внимание.